Замечен враг, нападение чужого племени. Ааа, нет, ааа, нет, только не эти. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами снова будем играть в прекрасную игру под названием Спор. Игра, о которой мало кто слышал, вот я открыл её миру. Не благодарите, не благодарите, что Евгений наконец-таки смог обратить внимание мира на эту игру. Короче, мы сегодня с вами будем играть в новом, новом этапе нашей эволюции, наших потрясающих, покладистых и готовых поклониться каждому существу 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 существу. В одном предложении тысяча раз повторилось одно и то же слово. Позор мне, вообще не достойно вести канал. А, смотрите, собственно, у нас теперь цивилизация. Если стоит вот этот вот халупа, значит цивилизация, знайте. Смотри, привидения и гроза, они связывают два явления воедино. Только вот одно из них не существует, вы ещё тупые слишком. В прошлой серии меня обучили, как там что использовать, но я всё забыл. Как тебя вообще звать-то? Алислада. У нас какие-то славянские имена. Пиками. А этот зовут Никт. Это имя революционирует в Никиту. Это Никитос управляет теми. Ладно, а теперь, собственно, давайте играть. Выбрать снаряжение с помощью меню племени. О, стоп, мы, кажется, случайно, я случайно нажал. Всё, получилось. Щёлкните на пиктограмме племя. Хорошо, давайте щёлкнем. Вот, это, да, это снаряжение. Давайте посмотрим, снаряжение племени. Так, что мы тут можем взять? Прикрыть нашу наготу. Мы не прикрываем то, что важно, необходимо просто для нашего выживания. Вот это вот мы никогда не прикроем. Я думаю, нам для нашего ресторана необходим навык сбора пищи. Поэтому куда-нибудь здесь поставить эту поварку. Блин, я так привык к их нынешнему виду, своих существ, что я не могу представить ещё какую-то там шапку на них. И мы можем вот так вот красиво, посмотрите, как красиво. Мы реально превращаемся в дракона. Колечко. Куда тебе пирсинг замутить? Прямо в задницу. Любовные рукоятки. Красота это очень важная вещь. О, смотрите, какая странная фига получается. На лице получилось ещё маленькое лицо. Вот, это будут такие наколенечки у нас. Надо больше наколенников, потому что, когда мы будем вставать на колени, а это будет часто происходить, нам будет не больно. У нас осталось 9, может быть, мы ещё что-то можем на самом деле купить? Я не знаю. Да не, нормально. Ну, нифига, какой хитрый смех такого-то жалкого существа. Это постройки. Захватите или присоедините другое племя. Давайте начнём присоединять племена. О, добавь детёныша, 10 единиц. Иди добавь детёныша. Окей, друзья мои. Так, детёныши там готовятся? Готовятся. Давайте, ребят, пойдёмте найдём кого-нибудь. Попробуем с ними, они кажутся очень добрыми. Ставим режим общения. Подходим. Эй, у вас там танцы, все дела? Пообщаемся? А вы чё, дикие, что ли? Надо 15 единиц пищи, чтобы покормить. А чё, я не хотел вас кормить. Нам надо их убить, чтобы добыть еду. Вот, смотрите, там ещё существа, пойдёмте к ним. Смотри, папка с сыном бегает. Смотри, сынок, вот срываешь, так и кушаешь. Срываешь, так и кушаешь. Простите, мне нихрена не осталось. Ой, опасно, ой, опасно. Вот эти кажутся очень не опасными. Итак, смотри, мы можем поставить ловушку. Ставим ловушку. Вот, ловушка, готово. За счёт заведения. Нахрен я поставил ловушку, если я не пользуюсь ей? Бегите, бегите. Только не это. Его не убьют. Всё будет в порядке. Всё будет. Ау, а? Всю страху исцарапали. Идёт жертва. Нападать. Кажется, кто-то сдох от ловушки. Ладно, давайте добудем, что ли. Очень аккуратненько. Прям вот чуть-чуть. Пару кусочков отрежем. Не переживайте. Всё будет нормально. Сейчас, ещё, ещё, ещё немножечко. Затрите столик, скорее, затрите столик. Ах, изысканное блюдо. Только в нашем ресторане. Мы не убивали, мы просто собираем мясо. Или горюют. Горюют. А, нет. Или бояться. Как нам это использовать, этот страх? Давайте добавим ещё детёныша. Яйцо, вот, выпало. И ещё одного. Они уже вылупили все. И ещё давайте. Кто такой? Кто такой выполз? Эволюционировали. Стали племенем. Всё, всё, смертьем. Тварь. Ненавижу. Я не хочу за них радоваться. Это моя планета. Вождь, это глава племени. Сражаться племя может и без вождя. А вот мирное общение с другими племенами без него не получится. Тогда нам нужно всегда будет охранять своего вождя. Где это племя? Вон оно. Оно должно нам покориться. Пришло время общаться. Ребят, общаться. Не обратите внимания на сражение, которое там происходит. У нас что-то как-то не заладилось, кажется, общение, да? Блин! Конкурс талантов просран. Вот тут наши уже подросли. О, смотрите, у нас есть возможность построить что-то. Трубы. Этим чувакам нужны трубы. И мы их сделаем. Можно сделать вот так, повернуть. Хорошо, да. Пусть всё будет направлено к лобному месту. Чтобы любой работник, любой житель мог посмотреть на публичные порки, казни и так далее. Это всегда весело. Всё, смотрите, одабриваем, одабриваем. Вот. Срочно на корпоратив, друзья, срочно на корпоратив. Дружить! Мир заключать быстро. Уберите в лёгкие дыхания. Сейчас мы задуем им, чтобы дружба была на века. Есть! Десяточку получили. Десять из десяти. А, дождь пошёл. Говорил же, надо было какой-нибудь клуб арендовать. Эти опен-эйры. Всё. Есть! Теперь у нас союз. Надо было два раза им выступить. Хорошо. Мы теперь наймём этих ребят, чтобы они у нас на разогреве выступали, когда мы будем ехать в другие города. И в другие поселения. Смотрите. Ууу. Тотем возрос. Поселения Коричневые стали вашими союзниками. В память об этом знаменательном событии они подарили вашим подопечным новый фрагмент для тотемного столба. А также поделились своими инструментами и снаряжением. Теперь их можно приобрести в меню племени. Замечательно. Воу. Вот это, вот это да. Всё стало круче. Прогресс. Реновация. А ещё духи предков пляшут вокруг костра. Ой, а чё так мало еды? Надо сражаться идти, к сожалению. К сожалению, надо сражаться, убить пару существ. Нам нужна еда побольше. Вломитель. Ха, ай. Вломитель. Этих ребят зовут вломители. Так что аккуратнее с ними. Забить насмерть. Забить насмерть. Всё, всё, теперь добываем. Теперь мы итальянцы. О, это итальянский ресторан, я понял. Мы, короче, не определились. То ли у нас мексиканская кухня, то ли итальянская. Хорошо. Нам нужно добыть немножко... Кто такие? Это злобное племя. Оно напало? Да мы из вас буррито замутим. О, в сракатан замочили. Мы до последнего сражаемся. Смотрите, просто не на жизнь, а на смерть. Всё, племя. Ладно, осталось у нас четверо. Это хорошо. Главное, Никитос жив. Смотрите, он просто забил сражаться. Всё. Кто были эти пришельцы? Вон они. Контратака, это очень важный стратегический элемент. Давай, сражаться. Вон, бей вожака. Пинай его. Закидай камнями. Так, огненные бомбы. Вот. Смотри, что может. Ни хрена себе. Очень важно, друзья, насиловать женщин и детей. Вы сами напросились. Вы сами напросились. Всё, защемили. Защемили. Теперь же надо уничтожить это всё. О, у нас осталось трое. И еды что-то не особо много. Давайте потом. Нам нужно еды. Подохни нафиг все. Ха-ха. Награбили, награбили. Через существ, которые вам навалять могут в любой момент. И вломителей не разозлите. А что это такое джаз идёт интенсивный? Это наше, потому что мы грабим. Мы грабим в быстром темпе. Это подзвучивает. Итак, нам срочно нужно детей. Детей. Хорошо, давайте двоих пошлём. Ещё добыть еды. Мне нравится музыка. Чувствую себя твариной. Собственно, мы можем что-нибудь ещё поставить. А, нет, нам нужно много еды. Нам вообще надо бы прям просто брать и уничтожать целые виды. Чтобы побольше еды было. Эй, да ты что? Что-то переусердствовал. Сдох, сдох. Нет. Почему меня, вожака, оставили следить за детьми? Что это за произвол? Я должен, по идее, шиковать, жрать самые вкусные блюда. И вообще бед не знать. О, нормалёк. Ещё одного сделаем. И ещё одного. Так, кажется, мы всё. О, они возродились? Блин, это плохо, что они возродились. Блин, нарожали. Они кучу нарожали уже. И уже все с копьями. Замечены разбойники. О, май гад. О, май гад. Просто пришёл вожак на вожака, да? Или кто это такой? Ты кто такой? Всё забрал. Давай, ускорься. Ха. Так тебе. Всё, мы защемили его. Давайте покажем, что мы делаем с разбойниками. Вот что. Есть. Забирай обратно. Вообще ноль еды. А ты кто такой? Может, мы можем с ним заключить союз? Нет, по-моему, мои подданные за меня решили, что с ним делать. Он, кажется, что-то хотел сказать. Но мы не стали слушать. Так, значит, давайте возьмём четверых. Даже не четверых, а побольше. Попробуем пообщаться вот с этими существами. Племя поселения преподносит вам дар. Щёлкните на подарки, чтобы принять его. О, хорошо. Сейчас приму. Это уважение, ребят. Сам вожак сейчас пойдёт и примет. Они нам наваляли просто разбитых пожаренных яиц. Замечен враг. Я не успеваю за всеми следить. Сначала дары. Сначала дары. Хаваешь мои дары? Мои дары? Что за нафиг? А дары? Блин, у нас тут говно всякое происходит. Дарами отвлекли. Они с ними заодно, что ли, сражаться? Чёрт, как всё плохо. Смотрите, сколько тут людей. Сколько тут племён-то сражаются одновременно. Пришли тупо сжечь мой дом. Меню племени, пока там все сражаются. Давайте посмотрим, что у нас. Дудочки, музыкальные инструменты, топоры. О, боже мой. Ой, боже мой, всё плохо. Бери топор в руки. Топор взял. Вот так. Сейчас, подождите, я топор возьму. Вот, спасибо. Сейчас сдохнет. Ой, блин, у меня же меню стоит. Идиот. Моя вина. Давай, мы отобьёмся. Мы сможем. Топорами это точно сможем. Не прогибаться. Ремонтировать. Строительные инструменты быстро взяли в руки. Дары ещё не получил. И люлей отхватил просто так, ни за что. Нормально все общались, ведь. Был убить вон тех уродов до конца. Пока был шанс. Окей, нужна еда. Чё, у всех топоры? Замечен враг. Нападение чужого племени. Ааа, нет. Ааа, нет, только не эти. Пойдёмте, разберёмся с их зданиями, пока они тут стоят. Давайте, давайте. Планируйте вашу атаку. Придурки. Что? Ты кто? Пришельцы, представляете? Я даже не знаю, смогу ли я что-то с ними сделать. Тут их много осталось. Пробуем, как можем. Давай. Вот, на. Такие у нас технологии есть, друзья. Ааа, нет. Убегай. Как позвать союзное племя? О, нас двое осталось. О, мой год. Кто такой? Реальный малыш-вожак. Он реальный вожак. И реальный малыш. Всё, малыш реально подох. Еду получить. Еду получить? Вожак отнёс быстро еду. Он не отнесёт еду, да? Он урод. Он бесит. О, нет. Никитос остался один. Ааа, больно прям в шею. Давай, один. Один всех сможешь. Понял? Всех сможешь один. Или не сможет. Есть. Следующий. Какая тварь, а? Ладно, ешь. Всё, племя отымел. Ускоряйся на него. Ты чё, отбился, что ли? Я отбился. Смерть обеспечена была только что. Всё за всех нужно делать постоянно. Кто следил за печкой в нашем ресторане? Ну, всё, хотя бы гореть перестало. Это важно. Лечиться. Дары. Большое спасибо. Десять. Чё так мало? Так, вожак полностью здоров. Значит, пойдёмте вот этого. Вломителей. Один сможешь? Сможет. Просто Никитос всё порешал. Молодец. И даже детёныша воспитает. Сейчас из него вырастет хороший работник, который будет, блин, строить нам всё. Пока мужик будет добывать пропитание нам. Есть. Дальше пошёл. Работа, блин. Во, вырос. Окей. Десять. Ещё одного давайте. Ах, я не знал, что здание, оказывается, яйца могут нести. Но что я понимаю. Теперь это здание официально наша мама. Мам, как ты думаешь, я красивый? А вот сзади, если посмотреть. Мама, как всегда, строго молчит. Чё, встали, блин. Быстро. Еды. Еда сама себя не добудет. Ура. Смотрите. Евгенианцы полностью восстановились. Посмотрим. Может быть, мы чё-то уже можем поставить. Дудочки. Кому они нужны? Остроги. Можем рыбака сделать. Да, почему бы и нет. Замечен враг. Так, опа-на. Давай. Come at me, bro. Come at me, bro. В атаку. Ещё пришли. Сначала мы этим наваляем, потом ваша очередь будет. Не волнуйтесь. Смотрите, а что они пришли требовать? Входу нашей смерти. Они хотят остановить наш прогресс. Только не мои остроги. Нет. Убьют. Убьют остроги. А, сломали. Сволочи. Смотрите, побежали радостные. Ну всё, вы умрёте. Сегодня вы умрёте. Я вынесу вас до конца. Так, напомните, где там ваше племя. Сейчас я ваши трещотки сломаю. Ваши факелы. И ваши остроги. Остроги за остроги, как говорится. Хорошо. И двоих я бы, на самом деле, забрал. Надо еду добывать дальше. Никитац в индахаус. Давайте. Устроим фейерверк. А, нет. Убили. Нет. Откуда они столько взялось сразу? Я же всех поубивал. Смотри, как запинал нас всех. Окей, один на один, походу, вождь остался. Вождь с вождём. О, победил. Хорош. Так, ну теперь надо добивать, конечно. Фу. Замечен враг. А, опять вы. А, нет. Что? Фу, я испугался. Думаю, всё сломалась игра. Что-то даже получили от них. О, сражения только начинаются. О, вот это зло. Поселения Бирюзовы уничтожены. В память об этой знаменательной победе ваши подопечные добавили второй фрагмент к тотему нам на бау. Короче, больше снаряжения. Теперь надо будет взять и всех привезти. Надо бы только вожака не просрать. Вожак, стой. Стой, наблюдай и болей за наших. О, кажется, вообще никаких проблем нету, да? Спокойно раздолбали всё здесь. А, замечательно. Славная победа. Теперь давайте, чините. Вот это напряжение. Ага, ага. Итак, смотрите, у нас 36. Факелы. Они помогут разрушить постройки. Но трещотки помогут подружиться. Но у нас тут слишком много недружелюбных рядом. Поэтому у нас сначала надо от них избавиться. Всё, все взрослые стали. Давайте, пусть несколько будет с факелами. Пойдёмте устроим фаер-шоу нашим друзьям. Ой, кажется, много еды принёс. Ну как здорово. Итальянский ресторан. Против французской, видимо. Всё, вождь сдох. Есть. Смогли? Смогли. Сражаемся. О, смотрите, маленький. Это, о, а как мы тебя пропустили? У нас же было в планах геноцид устроить. Устраиваем геноцид. Ах, как приятные эти звуки. Жечь топором ударить. Жечь и рубануть. Жечь и рубануть. Прекрасно, мне понравилось. Как много всего мы с вами добыли. Мы уже два племя вынесли. Со следующим надо попробовать подружиться. О, халупа-то выросла. Нифига, кто такой костёр клёво построил? Печка. Мы сможем такую пиццу зашибатую делать. Всё, это итальянский ресторан у нас. Евгенианцы обслуживают всех по высшему разряду. Наша фирменная пицца. Вот это, вот это то, что нужно попробовать будет каждому. Племя коричневое преподносит нам дар. Вождь, Никитос, Никит. Иди, иди встреть. Иди встреть дар. Здравствуйте, рад приветствовать вас в нашем ресторане. О, вы хотите отблагодарить шефа? Ну, спасибо. Да, да, да. Я заберу. Всё, проваливайте. А вот и остроги. Стоп, а может быть мы что-то ещё можем сделать? Знаете, оружие 2 и общение 4. Корону на голове носить можно? Во. Во, смотрите, как прикольно вот это будет смотреться. У нас у всех теперь корона на голове. Мы очень большого о себе мнения. Итак, задание приручить дикое животное. А теперь давайте возьмём нашего вождя. Оп. И покормим. Кормить. Смотри. Няма. Ой, тук, пук, пук, пук. Ну-ка, всё. О, ба, фу. Так я тебя пытался покормить. Как ты смелый мне принять мой дар? Все, кто моё добро не принимает, получает добром по лицу. Стой. Да будь уж. Что-то неприлично как-то оставлять просто так. Собственно, моя давняя мечта. Вот о строге. Вот, теперь у нас есть рыбак. Пусть идёт рыбачить. Вот она, рыбка. Всё, нам нужно просто смотреть, где она плещется. Замечен враг. Кто там на меня бежит? Сейчас мы эту атаку спокойно отразим. Все берём оружие. У всех оружие. Вон идут, смотрите, вон идут. Сражаться. Мы сразу, без лишних слов. Почему бы и нет? Давайте всем подряд. Всем чем мы, факелами, топорами. Ой, зря бы пришли. Фух. А, ну чё начинается? Ладно, их придётся вынести, они слишком мешают. Окей. Мы хотели захватить мир миром, а получилось как-то вот, как обычно. Ура, евгенианцы! Вы, молодцы, умницы у меня. Как-то, видите, вначале всё как-то мирно началось, а потом что-то не в ту сторону пошло. Чё вы там встали? Идите сюда. Домой. В племя коричневое снова нам еду несут. Блин, как хорошо с ними дружить. Да я забираю, забираю. Не нервничай. Всё. Лож пришёл, принять дары. Спасибо большое. 63 жрачки. Вот это да. Вот это развитие. Блин, мы были с вами на таком дне. Если бы не Никитос, конечно, да, мы бы просрали. Но теперь у нас аж 80 еды. Что мы можем построить? Посохи шаманов. С помощью посохов можно пополнять запас здоровья. Копья. Копья. И посохи шаманов. Всё. Кажется, я построил вообще абсолютно всё. Значит, тогда ты будешь шаманом теперь. Два копьеносца будет. О, кажется, кто-то заметил врага. Кажется... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну что, пойдёмте? Встретим их. Они по-любому не ожидают. О, о, а чё? А с кем это они? А ты, а ты, они приручили? Нет, фух. Ладно. Тогда файт. Давайте евгенианцы. Никто не смеет приходить в наш ресторан, жрать еду и не оставлять чаевых. Никто. Всё. Кажется, мы им наваляли. Теперь давайте пойдём к ним в гости. О, а это кто тут сражается? Ладно. Я думаю, они разберутся. О, о, не трогай нас. Не трогай нас, мразота. Фейерверк. У вождя бомбануло опять. Смотрите. Только что это активно колдует. Блин. Так, этому плюс 5 хп, этому плюс 10 ещё. Не запутаться бы. Вот, мы убили. Давай, сражаться. Есть! И ещё одна голова, которая не особо хорошо нас характеризует. Но, тем не менее. Итак, ваше племя на вершине господства. Когда решитесь превратить племя в цивилизацию, щёлкните на кнопки нового этапа. Я готов. Я готов. О, мы целый этап племя прошли. Смотрите, мы выбрали самый лёгкий путь. Просто навалять. Здесь мы где-то попытались, так чуть-чуть попытались с кем-то подружиться. Но всё как-то скатилось. Акира, да. Акира. Я не знаю, что это значит. Но, в общем, ребята, у нас с вами всё. Мы умнее стали. Я вот сказал, сегодня. Сегодня мы стали умнее. Ваше племя стало самым главным на всём контенте. Теперь жители готовы перейти от простой деревенской жизни к цивилизованной городской. О, да. Теперь не надо париться едей. Мы откроем Макдональдс, Бургер Кинг, всё подряд. Что это? Я вот... Почему я не играю в Майнкрафт? Потому что я терпеть не могу вот эти вот постройки. Мне просто лень заниматься. Дом будет выглядеть вот такой. Чего вам не нравится? Дом как дом. Плюшевый вот такой будет. В цвет евгенианцев. Всё. Достаточно. Описание. Халупа. Как-то несовременно. Футуристичная. Тут жить самое то. Ипотека на 40 лет. С животными нельзя. Есть. Халупа футуристичная готова. О, боже мой. Это построили наши лучшие умы. Почему бы нам не стать первыми, кто замутит ядерный взрыв? А теперь, слушайте внимательно. Эта машина, ещё и танк. Взрывы, танки. Взрывы, танки. Это, да, это наша фишка. Ладно, потому что мы пошли по пути воинственному. Халупа футуристическая. Вы на пороге создания цивилизации. Что теперь мы делаем? Боже ж мой. Окей, суперкварк. Да я даже не знаю, друзья. Квадрат с колёсами. И уже на том спасибо. Мы евгенианцы не изменяем себе. Вот. Сохраните и выйдите. Название, значит. Мобиль. Мобиль. Убиль. И описание. Кабаймогиль. О, да. Халупа футуристическая. А вот эта, посмотрите. Я думал, она будет побольше, если честно, по размерам. Как мы на этом будем ездить? Я что-то не понимаю. Наступила эра высоких технологий. Ну, что-то я не знаю. По-моему, технология была довольно-таки низкая. Ваш город будет первым на этой планете. Но за ним последуют другие. Основанные на существах такого же вида. Не расслабляйтесь. Ваше государство должно постоянно развиваться. Всё. Междуусобица начинается. Кажется, в следующем выпуске нас ждёт ещё больше замес. Что ж, друзья, я думаю, на этом мы с вами закончим. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилась «Сивилизация», если вы хотите стать её частью, то ставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать видосы по спор и по другим играм, в которые я играю. Также не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Напоминаю вам, что у меня открылся телеграм-канал, где я вас всех жду. Это самое такое уютненькое место среди всех, наверное. Потому что там я часто публикую какие-то свои мысли, какие-то свои фоточки. Вам очень захочется увидеть эти фоточки. Ну и в целом, стать просто ко мне ближе. Если хотите, то заходите в телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Да и на все мои соцсети подпишитесь. Всё будет в описании. С вами был Юджин и всем пять!